Всем привет, друзья! С вами я, Лев, и это канал Good Boots. Начался новый футбольный сезон, поэтому нужно искать новые бутишки для нас. И в первую очередь, когда мы думаем, где мы будем покупать футбольные бутсы, мы, конечно же, думаем о нашем любимом магазине, а именно о магазине Sportmaster. Сегодня мы залетим в несколько магазинов Sportmaster в моем городе и посмотрим, что же можно купить. Я уверен, вам точно понравится, так что присаживайтесь поудобнее, друзья, и мы начинаем! Первым делом я заглянул в Sportmaster, который был ближе всего к моему дому. Он находится в огромном ТЦ, где помимо Sportmaster раньше был Adidas, а также много всяких других магазинов одежды и обуви находится. Я и так там часто бываю, так и еще и сотрудники, наверное, думают, что я там поселился где-то рядом. Но не суть, давайте переходить ближе к делу. Итак, господа, выдвигаемся в первый Sportmaster. Очень бы хотелось увидеть побольше зарубежных брендов по возможности. Надеюсь, все будет именно так, и мы получим годные бутсы в этом Sportmaster. И вот мы тут, ребята. Вот он, старый добрый спортмастер, ребята. Так, ну в первую очередь у меня сразу же взор вот на все вот эти вот бутсы от Puma. Да, это самые любительские, простые модели, которые идут с маркировкой Play. Вот так вот они выглядят. Ну, то есть, грубые материалы, грубые швы, вся фигня. Тут все модели такими сделаны. Наверное, самая уместная из всех здесь это Ultra. Ну и стоят они по 7200 каждая модель. Ну, не знаю, решайте сами, адекватный ли это ценник для вас. Лично для меня я считаю, что очень завышены за такие материалы. Ну, хотя какое время, опять же, в какое мы время сейчас живем, это неудивительно. Вот. Есть вот такая вот модель, она немножко поинтереснее. Это Puma King Match версия за 9400. И вы вообще готовы платить вот такие вот деньги за такую модель? Причем не из кожи, тоже какие-то, ну, грубые линии достаточно, простецкие материалы. Ну, разве что пена неплохая в остальном. Ну, хрен знает, ребята, за десятку почти данную модельку покупать как будто не очень, да? Ну, касаемо D-Mix'ов, ситуация вообще не меняется. То есть, есть какие-то футзальные модели, да, из ноутбука слэш-кожи. Вот это вот очень похоже на одну модельку, даже не знаю на какую. Пишите в комментариях. Есть у них вот такая вот топовая самая модель, которая называется Экспонента Энбл Энербласт FG. Стоит она, ну, сами тоже видите, какой ценник. Ой, ребята, тоже что-то напоминает. Ну, ладно, мы не будем углубляться в детали всякие. Вот такие вот D-Mix'ы есть. Есть вот такие вот D-Mix'ы. Ну, это уже, грубо говоря, какой-то более-менее вменяемый ценник за бутсы такого уровня. Хотя, ну, сами понимаете, что я бы за такие деньги, наверное, на Авито бы что-нибудь поискал. Вот еще у нас парочку D-Mix'ов. И тут уже чуть-чуть ценник поменьше, да, 5-600. Такие вот футзалочки с пеной хотя бы. Ну, да, с небольшой такой пенной прокладкой. Сорока ножички вот есть. Есть бутсы. Ну, то есть, опять же, D-Mix'ов до хрена. D-Mix'ов очень много. Есть даже какие-то вот такие вот непонятные варианты с дополнительным каким-то внутренним носком. Такой вот подошвой. Ну, и, конечно же, конечно же, легенда. Legendary. Я помню, как они были, ну, рублей по 800, ну, по косарю максимум. А теперь 2000 рублей. Пятки просто нет. Ну, это топовая футбольная обувь. Обязательно ставьте лайк, если у вас были такие футзалки. А вот здесь вот представлены самые простецкие модели от D-Mix. Это вот такая вот модель Gold 2. То есть, у нее подошва от Nike, да. И вот такой вот вообще максимально грубый простецкий верх. Очень твердый. Но, опять же, если вдруг не видели мой ролик про бутсы D-Mix, вот здесь вот всплывет подсказочка. Обязательно зацените и посмотрите. У детских бутс ситуация еще хуже, потому что ценники, ну, плюс-минус такие же, как у взрослых. При этом у них только один D-Mix. То есть, вот там вот одни D-Mix, здесь и вот здесь. Одни D-Mix, да. И вот эти вот бутсы вообще меня привлекли. Свои подошвы очень уж мне... Они напоминают Adidas X. А так, в целом, ну, очень плачевная ситуация для детей. Хотя, опять же, родители, наверное, некоторые подумают, а какая разница, в чем будут играть дети. Все равно нога вырастет. По мячишкам ситуация следующая. Видимо, Adidas'овские мячи Лиги Чемпионов, которые там с остатков были, все выкупили, да. И остались вот всякие вот такие вот разные мячи. То есть, капа какие-то. Есть пумовские мячи. Непонятно, сколько стоят. Есть вот такой вот пумовский мяч, который стоит трешку, да. Но у него панели все сшиты. Все сшитое. То есть, никаких клееных панелей ни у кого, наверное, нет. Только, наверное, у D-Mix. Да и то тут флагманского мяча D-Mix нет вовсе. Про этот мячик говорю, если что. Есть даже вот такой вот интересный уличный вариант мяча, который сделан из максимально жесткой резины, да, чтобы он максимально долго прослужил. Интересное решение, конечно, от спортмастера. Прямо вообще не могу. Эх, а помните, как вот это вот все было забито Найком? И тут были изображены Криштиану и прочие футболисты. Теперь, видимо, мы такого долго не увидим. Прямо очень долго не увидим. Из вещей здесь обычные базовые футболки, шорты, кофты от D-Mix для тренировок и прочих вещей. Вот за такой вот ценник. Опять же, говорите сами, адекватно это или нет. Есть куча D-Mix, 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 D-Mix. Вот есть пума вот такая вот за 2 500. И там вот капа а-ля под стать Монако, да. Вот еще немножечко D-Mix. А вот это самый топовый мяч, он летит реально лучше, чем джабула, не поверьте. Вердикт таков. Не сказать, что я разочарован, но я примерно понимал, что я увижу в данном спортмастере. Потому что это не самый большой спортмастер в этом выпуске. И дальше вы увидите больший ассортимент. Но я на это надеюсь, по крайней мере. Немножечко вам заспойлерю, это будет самый худший спортмастер по ассортименту в этом выпуске. За те деньги, которые продает спортмастер модели Puma самой низкой версии, это уже версия повыше, эта модель называется Puma Future Match, ее можно купить за те же 7-8 тысяч, которые вы платите в спортмастере за модель Play. Но все-таки этот ценник можно объяснить тем, что у спортмастера большие площади, да и они заказывают немножко по-другому, да и в принципе им надо отбивать как-то все это дело, и надо как-то окупать данный продукт. Поэтому я и не удивлен, почему такой ценник на данные бутсы. И да, небольшой дисклеймер я вам скажу. Я понимаю, что, наверное, большая часть людей, которые посмотрят данный выпуск, из больших городов, из Москвы, Питера и городов-миллионников, где, например, есть спортмастер про. Спортмастер про это флагманский спортмастерский магазин, где вы найдете бутсы уровнем выше, ну и, соответственно, там ценники на все подороже будут. Ну и по наличию там, конечно же, все сладко, там вы можете найти и актуальные расцветки, и актуальное поколение бутс, и с этим не будет проблем, но там и ценник реально больше, чем, например, в обычных базовых спортмастерах. Конечно, я бы мог сгонять в Москву, сказать вам, ребята, как же все хорошо в спортмастере, но мы все-таки понимаем, что большая часть спортмастеров – это обычные базовые магазины, без какого-либо доп. ассортимента. Поэтому имейте это в виду, это ролик про обычные спортмастеры, а про спортмастер про я как-нибудь отдельно вам расскажу. Что ж, не будем терять времени и передвигаемся в следующий магазин. Следующий спортмастер находился чуть подальше, он также находился в торговом центре и был побольше размеров, ну и там и ассортимент побольше. Next up, и снова спортмастер. И вот, знаете, мне что больше всего нравится? Это гарантия подлинности товара. Ну, то есть, видимо, много людей думают, что здесь продается паль. Прямо на входе нас встречают вот такие вот мячики третьего размера, ну, для детей явно видно вот за такой вот ценник. Вполне себе, наверное, кому-нибудь, но не мне. Итак, вот так вот выглядит футбольный отдел, то есть, он вот прям вот такой вот большой с несколькими стеллажами. И давайте пробежимся, посмотрим, что у нас тут есть. Ну, во-первых, базовая база, 2К, вся фигня. Тут представлены абсолютно такие же модели, как и в предыдущем магазине, за исключением того, что здесь появились вот такие вот футзалки за 3600. Вот так вот они выглядят. Ну, подошва, конечно же, вдохновлена адидасами. Кожа не кожа, потому что это типичный обычный дермантин, не более того. Ну, кто-то, наверное, покупает за такие деньги данные футзалки. Здесь все точно так же, абсолютно такие же синие бутсы за 4800. Вот тут уже поинтереснее, потому что здесь появляется новая модель Quantum 2, и она является флагманской моделью. Вот так вот она выглядит, очень дубовая твердая синтетика, и она прям, ну, видимо, очень сильно копирует линейку Adidas X, Nike и Mercurial, потому что они являются там чуть ли не самыми легкими бутсами за 6000 рублей. Поэтому, если кому-то мало ли интересно, наверное, можно было бы протестить, но, как Женя Спиряков завещал, как Женя Спиряков говорил, все очень плохо с точки зрения разноса данной обуви. Но, наверное, она может разбиться когда-нибудь. Еще есть точно такие же бутсы, но уже в черном цвете. Вот, внешка. Можете оценить это все дело в комментариях. Футзалочки. Вот такие вот, за такой вот ценник. Также есть вот такие вот кожаные бутсы, и это, на самом деле, одна из интереснейших моделей Demix, потому что тут используется натуральная кожа, причем довольно-таки неплохая. Вот и значок об этом говорит, и на самой модели это все дело написано. Называется она Armando Laser. Да, стоит 6500. И очень было бы интересно на нее взглянуть, именно в игровом плане. Ну, по характеристикам, не знаю. По материалам тоже и по качеству. Ну, более-менее, разве что вот на нентик. Ну, так, в целом, было бы интересно даже такую модель затестить. А еще взгляните тут, как кожа отличается. Абсолютно одинаковые модели, но как будто из разных материалов сделаны. Вот это вот одна модель из такой вот кожи, а вот другая модель. Ну, то есть кожа разная. Вот даже по ощущениям и по мягкости прям чувствуется, что две разных кожи используются на одной модели обуви. Вот это да! Вот это раритет! Ребята, ребята, что по цене? За 10 тысяч продавать бутсы, которым уже два года скоро? Или уже два года? Ну, это просто трындец какой-то. Также куча бут с Puma. Абсолютно тоже все, что и в предыдущем магазине. Наверное, за исключением того, что здесь, наверное, в принципе, их побольше. Есть вот такие вот ультры, да, ответвления, именно черная расцветка. А в остальном все абсолютно точно так же, да. Для детей все остается неизменным. Абсолютно такие же ценники. То есть вот есть модели за 4200, есть модели и за 6000 рублей. Вот как флагманская вот эта вот модель Демикса. Ох, ну не знаю, кто готов отдавать 6000 рублей за детские бутсы. Ну, как бы у кого, видимо, есть деньги. И кто не особо любит запариваться на этот счет. Вот тут вот в закромах нашел вот такую вот модельку. Это Puma Ultra Match без шнурков. Посмотрите, как оно выглядит, то есть... Ну, интересно. Ну, конечно, за такой ценник, опять же, детские бутсы... Сомнительно. Ну и тут, помните, да, тоже и Криштиану, и все вот эти вот футбики висели, а тут никого теперь нет. Слышите, сколько тут рекламы? Тут каждые 2-3 минуты рекламы, из-за этого просто я не могу нормально даже ролик записать. Также вот моментик, то есть с каждым покрытием тут висят бутсы. Кроме почему-то зала, решили, видимо, зал обделить. По мячикам вот такая вот ситуация. Есть даже найковские мячи. Конечно, это, ну, просто булщи-то не мяч. Это, похоже, больше, знаете, на паль. Стоит 2 800. Ну, конечно, просто глянцевая синтетика, которая у вас убьется за пару касаний. Есть вот такой вот найковский мяч за 3 700, но он уже чуть-чуть получше. Наконец-то я вижу их нашумевший флагманский мячик. И он почему-то вот с такими вот следами клея. Но в нем играют в медиалиге. И стоит он 6,5. Как бы за такое качество, конечно, мне кажется, можно на Авито найти какой-нибудь Adidas хороший мяч. Ну, или найковский. А так, так имеем, что имеем. По шмоточкам все так же. В основном 1 Demix. Даже ни Nike, ни Adidas нет. Вот такие вот базовые футболочки. Ничего сверхъестественного тут больше нет. Ну, вот ценник за детскую футболку, например. Для взрослых вот столько футболка стоит. Вот еще походил, нашел вот такую вот пумовскую экипировочку. И стоит она, сейчас я вам скажу, 2,5. Ну, за такую вот базовую футболочку, наверное, можно даже и отдать столько денег. А шортики. Также 2,5. Тоже максимальная база. Ничего сверхъестественного. С одной стороны, вроде все хорошо. В этом спортмастере побольше выбора, но все равно не хватает зарубежных брендов. Поэтому у нас остается крайний и последний даже спортмастер в моем городе. В этом спортмастере мы с вами нашли несколько моделей пума новеньких, несколько моделей демикса, ну и чуть побольше мячей. А в остальном абсолютно такая же картина. И практически ничего не поменялось. В целом, вроде как неплохо. Это как раз такой средний вариант, где вы можете найти как и зарубежные какие-то модели бутс, так и, например, бутсы демикс. Да и более-менее по одежде, а также по мячам тоже можно разгуляться. Но все равно тут не так много ассортимента, как в следующем спортмастере. И давайте перевестимся прям туда. Итак, друзья, я пришел в самый последний спортмастер в этом видео. И, надеюсь, ветра защита мне помогает, потому что ветрище здесь сумасшедший. Ну просто, чтобы вы понимали размеры, вот так вот выглядит самый большой спортмастер у меня в городе. И, насколько я знаю, он должен был стать спортмастером PRO, но почему-то его не решили таковым делать. Ну что, вот так вот выглядит футбольный отдел в спортмастере. Начинаем по классике. И тут мы видим кучу демиксов. И причем тут появляются демиксы с красными ценниками. Это, как правило, товары, которые имеют дикую скидку. И тут вот эти вот бутсы, которые N-Blast являются флагманскими, стоят 2 750. Ну, вполне себе, может быть, даже можно и рассмотреть эти бутсы за такой ценник. Также есть вот такие вот красные за 3 тысячи рублей. А так абсолютно то же самое. Вы можете заметить абсолютно такой же ассортимент. Ничего больше здесь не появилось из демиксов. Все флагманские модели на месте. Эта моделька на месте, эта моделька тоже на месте. То есть ничего вообще не поменялось. И ценники здесь абсолютно такие же. Вот еще вам несколько демиксов в ленту. И, как вы видите, здесь тоже особо ничего не поменялось. За исключением того, что появилась вот такая вот модель в таком цвете. А в остальном все то же самое. Как вы можете заметить, везде повторяется ассортимент с точки зрения демикса. Абсолютно такие же модели PUM. И за исключением того, что здесь появляются две вот таких вот модели. Очень интересных. Это модель Ultra Pro. Вот так вот она выглядит и стоит. Она, конечно, очень дорого. Но все равно с точки зрения того, что можно посмотреть, примерить, как-то пощупать эти бутсы, это интересный ход от Спортмастера. А также есть вот такие вот Future Match. 40 ножички за 10,5 тысяч. Есть также модели Ultra. Они на 500 рублей дешевле. А также есть Ultra Play, которая стоит 7200. Ну, как и в других Спортмастерах, собственно. С точки зрения детей, у Спортмастера ничего не меняется. Абсолютно те же модели. Как-то тут только все хаотично и не очень красиво разбросано. Ну, да ладно. Те же цены. 3, 4, 5 тысяч рублей. Ну, и те же модели. Значит, видимо, Спортмастер понимает, что люди могут платить вот такие вот деньги за детские бутсы и ни о чем не жалеть. Ну, раз покупают, значит, это хорошо, значит, бизнес работает. Для детей из иностранных брендов осталось несколько пар Puma Play за 6 тысяч рублей. И также есть вот такие вот вейпоры в версии Club в весенней расцветочке 23-го года за 9 тысяч рублей. Вы прикиньте, это же, наверное, кто-то покупает, а потом нога вырастает. Вот мне интересно, если у вас будет ребенок или уже есть дети, вы бы купили своему ребенку такую модель за такие деньги? Ну, я думаю, ответ очевиден. Вот так вот выглядит стенд, опять без футболистов. Ну, видимо, мы ждем амбассадоров Демикса в скором будущем. Почему бы и нет? По одежде также абсолютно такие же все базовые вещи у Демикса и у других брендов, разве что у других брендов это все дело подороже. Собственно, вот, например, есть такая вот ветровочка за 4 400, хотя неплохой ценник в наше время за такую ветровочку. Вот штаны Adidas, например, есть за 4 700, а вот там вот, например, вот базовые всякие шмотки. Ну, на примере футболки я вам покажу, сколько стоит обычно футболка Демикс 1300 рублей на взрослого. Ну, и вот еще вам ценничек покажу. Ну, еще вот вам на ценничек покажу. Тут также есть, например, всякие скидки на Пуму. И давайте посмотрим, сколько стоит вот такая вот розовая футболочка. Опа! 1900 рублей. Интересная розовая футболочка. Базовая, но все-таки Пума за такие деньги. То есть тут мы можем понять, что есть и всякие скидочки, и можно выгодно зацепить какую-нибудь футболочку и шортики, и, наверное, что-то еще. Для детей все аналогично, то есть есть отдельный стенд с Демиксом, его тут очень-очень много. Ну, и ценники, соответственно, чуть-чуть пониже по сравнению с другими брендами. Вот, например, Демикс сколько стоит. То есть также для детей много чего тут можно найти. Сторонние бренды здесь также можно найти, но не в таком большом количестве. То есть, например, вот Олимпиечка Пума за 6200. Ну, конечно, это не очень ценник. Ну, вот, например, Adidas тоже не очень ценник. И вот еще и спортивочки Adidas вот за такой вот ценник. Но обычные базовые шмотки, то есть можно найти как и для взрослого, так и для ребенка. Вполне себе тут можно разгуляться. Ну, разве что с ценниками особо не разгуляешься. По мячишкам мы с вами видим, что есть флагманский Демиксовский мяч за 6500, а также есть, например, вот такой вот флагманский мяч, но уже зимняя версия. Также за такие же деньги. Все хорошо, круто, классно. Есть версии попроще, но они и подешевле, соответственно, стоят. Также есть вот такие вот простецкие версии мяча за 700 рублей. Ну, сами понимаете, это пара наколболов для какого-нибудь убийцы и все, и мяча просто нет. Есть мячики от Puma среднего и высокого уровня, и вот, например, один из таких стоит 6800 со всеми нужными технологиями FIFA Quality Pro, сам он склеенный, с классическими пластинами, вот еще вот такой вот есть, но он чуть попроще, потому что тут идет маркировка FIFA Basic, вот так вот он выглядит, ну и ценник, сами видели, вот такой вот еще есть. А, тут вообще не написано. Да, странно, конечно. Ну и, конечно же, тут есть Nike, причем этот мячик меня больше всего привлек, потому что это уже мячик толковый, мячик имеет место быть, стоит он, правда, 9800, ценника тут нет, но я на сайте перед тем, как прийти сюда, посмотрел, также есть вот такой вот мячик вот с таким рисуночком, вот с таким вот ценником, вот так вот он выглядит, ну и есть, естественно, мячики попроще, ну и вот такое вот, опять же, тут и есть. Также от Demix здесь есть куча аксессуаров, ворота, всякие сетки, сумки, рюкзаки специальные, которые под футбол, тут даже вот такой вот бейджик есть, то есть, чтобы вы понимали, что вот эту вот сумочку, например, вы берете под футбольчик. Естественно, тут есть гетры, противоскользящие носки от разных брендов, не только от Demix, вот, например, Nike стоят вот столько денег, или вот, например, True Sport какой-то, вообще 800 рублей носочки стоит, ну и от Puma также гетры 1200 рублей. Не обошлись стороны, перчатки и щитки есть, как и из новых коллекций щитки, вот, например, вот эти вот, есть, например, и старые коллекции, как, например, вот эти вот предаторские перчатки, которые вообще со времен Adidas Predator Freak. По ценникам, вот, например, вот эти вот Puma носки и перчатки стоят 2200. Вот такие вот щитки Puma стоят тоже 2200. Вот таким вот вышел самый большой спортмастер у меня в городе, и я скажу, что я, в принципе, удивлен, я увидел много новых, интересных моделей, а также ассортимент побольше, но цены, конечно, не радуют. Думаю, если бы этот спортмастер был спортмастером PRO, это было бы намного лучше. Данный магазин спортмастер является самым большим у меня в городе, и, насколько я знал, он мог бы стать магазином PRO, и как раз всякие, знаете, намеки на это есть, потому что и ассортимент позволяет, и брендов очень много, но почему-то спортмастер не стал его делать именно флагманским магазином. По ассортименту есть где разгуляться, и бутс много, и мячей, перчаток, и прочих аксессуаров очень много. Конечно, в сторону футзалок я немножечко так скептически отношусь, потому что Nike за 9000 это, конечно, отвал башки, да и полупрофессиональные Puma, мне кажется, не должны таких денег стоить. Потому что на том же Авито или на Пойзоне можно уже найти профессиональные бутсы в хорошем состоянии или в состоянии новых. В целом, данный магазин мне понравился, но ценники это, конечно, дизлайк полнейший, очень бы хотелось подешевле это все дело покупать и видеть. Хотя, ребятам с бонусными картами и баллами, наверное, хорошо живется. По итогу, мы имеем вот такую вот ситуацию с спортмастерами у нас в России. Как правило, есть куча Демиксы разных моделей под разные стопы и из разных материалов, ну и также под любой бюджет. При этом есть небольшое количество Puma и вообще нет ни Найков, ни Адидаса в большом количестве. Много вариантов мячей, но опять же, большая часть из них это Демикс, а перчатки и щитки есть далеко не во всех магазинах. Вот такая вот ситуация со спортмастером в 2023 году. А на этом все, друзья, с вами был я, Лев и канал Good Boots. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по поводу всего этого, какая у вас ситуация со спортмастерами в городе и вообще, покупаете ли вы бутсы в спортмастере. Обязательно пишите об этом в комментариях. Все нужные ссылки вы найдете в описании к этому видео. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, ведь там выходит огромное количество новостей про футбольные бутсы и не только. На этот канал не забывайте подписываться, если вы тут впервые, а также жмякайте колокольчик и ставьте лайк, если вам понравилось данное видео. Вот такая вот ситуация со спортмастером. С вами был я, Лев, канал Good Boots. Покупайте только хорошие бутсы. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok